Высказывайте свое мнение. На волне 14.30 а.м. Будь в центре событий. Ну что ж, дорогие друзья, добро пожаловать в наше неполиткорректное ток-шоу 847-400-5200. Хочу вам, перед тем, как я начну принимать звонки, хочу вам рассказать, маленько, как говорится, приоткрыть немножко дверь в наше закулисье и я очень благодарен нашему слушателю Марку, действительно, очень благодарен от всего сердца. Он позвонил вне эфира, ну, объяснил ситуацию с СО2 и так далее, вернее, с углекислым газом и я бы даже с удовольствием предложил бы ему позвонить нам в эфир, но с одной просьбой, если, пожалуйста, как можно короче к самой сути того, что касается вот углекислого газа, потому что это действительно очень интересно и я вам скажу честно, так как, Марк, я вам в жизни этого не объясню. Ну, а пока я принимаю следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Да, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу сказать о себе лично. Я голосовала на Теда Круза. Мне не всегда нравилось поведение Трампа во время дебатов, как он отзывал всех, иногда очень даже незаслуженно. Вот, но вот сейчас, конечно, я самая ярая сторонница Трампа за его дела, которые прекрасные, которые он сделал в экономике, но больше всего, что меня привлекает, это то, что, ну, перенос столицы Израиля в Иерусалим и вот его слова, которые он сказал Ребе Голдштейну из синагоги Сан-Диего. Да. Он сказал ему, что, вы знаете, что мой зять еврей, моя дочка еврейка, мои внуки евреи, я очень люблю Израиль и всегда его буду поддерживать. Поэтому даже, будучи еврейкой, и слышать такие слова от президента, мы не привыкли. Я, например, не привыкла. Я всегда привыкла, что еврей, значит, надо было прятаться и краснеть, когда тебя называли. А тут, чтобы президент такое объявил, я ему буду всегда за это благодарна. Спасибо. Спасибо вам огромное. Вы, ну, просто очень чувственная речь. Кстати, все те, которые, которым не пришлось услышать пресс-конференцию Ребе Голдштейн из Сан-Диего, пожалуйста, найдите ее на YouTube всем, которым не безразлично судьба еврейства, всем тем, которым не безразлично отношение к евреям и отношение евреев к миру. Пожалуйста, найдите на YouTube, я больше, чем уверен, вы его увидите, найдете. Это пресс-конференция Ребе Голдштейна. Это было что-то с чем-то. Я ее прослушал, если честно, три раза. И вот, вы знаете, действительно, настолько я, вот, после его слов я еще больше проникся именно чувством еврейства и гордостью за то, что я еврей, и то, как этот Ребе, как он говорил и что он говорил. Поэтому всем тем, даже не нужно быть евреем для того, чтобы просто послушать его пресс-конференцию. Она вам очень много откроет интересных вещей. И, кстати, именно по этой теме, вот вы заметите, как вдруг просто пропали, исчезли вот эти две мусульманки, которые пытаются нам доказать, что они болеют за Америку. Я говорю про Ильхан Омар и Тлаида Рашид. Как они, вот пока вот это сейчас все происходит с этой стрельбой в Новой Зеландии, со стрельбой сейчас вот в Сан-Диего. Плюс арестовали, если вы слышали в новостях, арестовали одного человека, ему 26 лет, он бывший пехотинец. Ну, он не пехотинец, он артиллерист. И этот парень, который отслужил в Афганистане, я так понимаю, что что-то в нем, конечно, там произошло в его мозгу. И, вернувшись в Америку, он очень быстро радикализировался, очень быстро. И он начал искать пути к тому, чтобы нанести как можно больше вреда американским гражданам, вплоть до того, что одним из его выражений было, что Америке необходимо побольше таких ситуаций, которая произошла в Лас-Вегасе. Он собирался взорвать бомбы в людных местах и так далее. В общем, счастье то, что не вдавались, конечно же, в подробности, как его вычислили, как его поймали, как его передали, вот как вычислили именно его. И слава Богу, что его арестовали. Я думаю, что, конечно же, его принудительно будут лечить, вернее, ему присудят прохождение лечения в госпитале где-то. Я имею в виду именно его состояние, его умственное. Но, тем не менее, при всем при этом, посмотрите, как вдруг ниже воды, ниже травы, тише воды, вот эти две мусульманские конгресс-вумен, и как они вовремя очень быстренько замолчали. Это тоже радует. Это радует хотя бы потому, что ты понимаешь, что все то, что они несут, это просто страшная, страшная вещь, которая происходит в Америке, благодаря тому, что вот леворадикалы уже дошли до этой точки, где мы теперь предпочитаем мусульман, я имею в виду мусульманских радикалов, вместо наших политиков и так далее. Давайте прием на звонки. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, Анатолий. Да, пожалуйста. Вы знаете, у меня вопрос не столько даже к вам, может, кто-то к другому специалисту, может быть, к психологу. Просто за последние, наверное, пару десятилетий, может быть, меньше, как получается, что, казалось бы, так сказать, меняемые люди, так сказать, на христианского вероисповедования, вдруг как-то очень быстро переходят в ислам, и таких достаточно много. Вот этот феномен как бы надо как-то объяснить. Это же не просто так, это не случайность. Я, вы знаете, я вам скажу честно, если бы вы даже меня не предупредили, что это вопрос не ко мне, я бы тоже так же ответил. Я вам скажу честно, я не знаю. Вот я поэтому говорю, если кто-то из специалистов, кто у вас слушатель, хотелось бы услышать ответ на это. Окей. Потому что это не просто случайность, это уже какая-то... Это закономерность, да. ...закономерность последствует. Ну, вы знаете, я посмотрел фильм, я, если честно, вот клянусь... Ну, Тульманин, я помню такой фильм, да, в своем... Нет, 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 буквально недавно прошел фильм на одном из российских каналов. То есть, я так понимаю, что это, конечно же, пропагандистский, но это о девочках, которые радикализируются в... Ну, это другой разговор. Ну, дело в том, что это же, вы сами понимаете, это уже не просто вероятностное событие, оно довольно многочисленное. Да, но... И как это происходит, за счет чего, что? Вот, вот, вот я вам хочу сказать, я не знаю, что им говорят во время общения, во время радикализации, но я понял только одну вещь. Те, которые радикализируют или рекрутеры, это тончайшие психологи, которые... Вы понимаете, не только среди мусульман есть тончайшие психологи, и среди других, так сказать, тоже. Да, но мы же сейчас говорим про мусульман. Здесь слишком, так сказать, прослеживается кривая очень значительно. Да, да, я с вами согласен. И вы это настораживаете. Если кто-то... За счет каких фокусов, манипуляций это происходит. Спасибо большое. Если у нас есть люди, которые действительно профессиональные психологи, может быть, вы сможете как-то коротко, позвонив, объяснить сам процесс. Но я вам скажу такую вещь. На сегодняшний день, к сожалению, в Америке наша молодежь настолько... Опять же, я не говорю про наших детей. Почему? Потому что наши дети в основном имеют нормальных, умных, адекватных родителей. В основном. И мы все-таки держим палец на пульсе наших детей, и мы следим за тем, что с ними происходит и так далее. Но ведь в Америке радикализируются дети, которые абсолютно потеряны. Им не с кем поговорить. У них проблемы, и у них какая-то ситуация. Они, естественно, идут на те веб-сайты, где они ищут единомышленников. И вот мне кажется, это мое личное мнение, может быть, кто-то со мной поспорит, пожалуйста. Но мне кажется, что именно на таких веб-сайтах плавают вот эти акулы-радикализаторы, которые просто выискивают вот таких вот... Причем, когда я говорю, дети, я не имею в виду трехлетних, четырехлетних. Ведь для нас дети... Вот у меня сыну 30 лет, у меня сыну 20 лет. И вот дети в этом возрасте, если они не находят себе применения, если они не находят понимания, если они не находят единомышленников, почему такой высокий уровень суицида среди детей? Почему такой высокий уровень психозов среди детей? Потому что эти дети настолько на сегодняшний день заблуждаются, они настолько конфьюст. Давайте прием звонок, послушаем. Добрый день, говорите, пожалуйста. Прошу прощения, я еще раз. Мне частично кажется, есть такое... Дело в том, что сейчас последние 20-25 лет, ну, вот это нынешнее поколение, оно, так сказать, привыкло к этим цифровым технологиям. А вот цифровые технологии, они, в общем-то, они дают отупение, на самом деле. В определенном смысле. Может быть. Да, для неподготовленного человека. Да, да. Они же не пользуются этими технологиями не просто как справочником, они используются как жизненности, обсерда жизненной ситуации. Да, согласен. Ну, вот есть еще одна такая ситуация. Добрый день, вы в эфире, пожалуйста. Добрый день. Вот тут в эту систему хотелось бы обрететь неменимые документы. Это все-таки, я считаю, что последствия ранней левой радикализации, ну, как сказать, общественной манеративной манеративной манеративной. Сначала они очень сильно, очень сильно был акцент, особенно в американской, да и вообще в западноевропейской, так сказать, закурсах, что дети в цвете жизни нельзя наказывать, родители не имеют права. Они равноценные, равноправные. Их голос нужно слышать. Понимаете? То есть в том, что их голос диктовал, как их голос, как бы это, истина, они имеют права на свой выбор. Дело в том, что мы знаем, что наш выбор делается на основе нашей информации. Когда дети, скажем, 10, 11, 12 лет, которые вроде как умеют разговаривать, но еще, мягко говоря, их жизненный горизонт, знания людей, знания общества, ну, лимитированы, они делают не те выводы. Эмоциональные, скажем так, они основаны на сутки. Потом, значит, вот эта вот тенденция привела к тому, что отказ от родительского опыта, от того, что родители... Их же интенсивно уговаривала вся эта система педагогическая, которые завоевали на каком-то этапе левые радикалы, что родительский авторитет – это ничего, вы должны сами решать. И вот поэтому, получается, дети, которые не имеют опоры в жизни, они не могут учить, что такое хорошо, что такое плохо. Ну, кроме того, в одно время я считал, что очень сильно повлияло на вот это вот психологическое, на большую часть психоза, кстати, на распространение сексуальных врунений, на гомосексуализацию, на все прочие дела, какое увлечение в свое время, что, ой, если ребенок себя в принципе ведет в школе, надо давать им психотропные успокаивающие вещества. И это было в массу, в миллиарде десятки миллионов детей, подбегаясь вот этому вот письменку. И никто не задавался, как это отозывается через 10, 15, 20 лет. Ну, вот я сейчас считаю, что это вот это все вместе. И мы видим то, что мы видим. Вы знаете, чем дольше я вас слушал, тем больше я с вами согласен. И вот мы сейчас, мне кажется, дошли до вот этой вот точки, где действительно вот эти психотропные вещества, которыми кормили и кормят наших детей, ну, опять же, наших, не наших, детей в школах, вот эти социальные работники, которым легче посадить ребенка на психотроп, чем с ним проводить какую-то... Работать. Конечно. Работать – это тяжело, это надо быть профессионалом и любить детей. Да, и никто, к сожалению, не знает действительно, как выстрелит в дальнейшем. Ведь они, смотрите, пока они еще в школе, их как-то держат под каким-то контролем. Но ведь они потом выходят в жизнь, и не все попадают в хорошие школы, где с ними начинает кто-то работать. Люди попадают в жизнь, теряются, и вот тут наступает вот эта вот ситуация. Люди, эти дети, взрослые дети, они не умеют без вот этих психотропов вообще как-то решать жизненные вопросы. Да, 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 Анатолий, вы видели эти телевизионные репортажи, когда вот в университетах пытаются выступить какой-то, скажем, не лево, скажем, не правый, а не лево радикально настроенный лектор или что-то. Так эта толпа этих молодых людей 17, 18, 19 лет, в истерике до них нельзя достучаться. Они не слышат. Да, они не слышат, причем, вы знаете, тут еще, ведь если бы они это делали осознанно, это одно, но вы посмотрите, сколько раз, вот у нас все линии загорелись, сколько раз вот этой же молодежи, когда им задают абсолютно адекватный вопрос, они даже ответить на него не могут. У них не работает вот эта мозговая извилина. И они это делают просто чисто вот таким стадным методом. Добрый день, вы в эфире. Алло. Добрый день. Говорите, пожалуйста. Что касается вот левого движения, особенно левого радикального движения, как только оно возникло, оно привлекло внимание ученых из медицинского мира, в основном психиатров. И этим занимались ученые-психиатры в Венгрии, Польше, Англии, Германии, Франции, в том числе потом и Америка. Все это описано в небольшой книге Кэрри Болтона. Она есть и на русском, и на английском языке. И довольно подробно, с медицинской точки зрения, описана психология этих людей, которые подвержены этому левому радикализму. Если будет возможность у вас, Анатолий, я вам советую прочитать. Это очень бы помогло вашим объяснениям, когда вы ведете подобного рода передачи. Книжка небольшая, одного вечера, я думаю, вам хватило бы. Еще раз, автор Герри Болтон, а книга называется... Кэрри Болтон, левые психопаты называется. Давайте, давайте. Спасибо. Она называется есть и на русском, и на английском. Спасибо большое. Обязательно, обязательно прочитаю. Говорите, пожалуйста. Говорите, пожалуйста. Алло? Приглушите ваш радиоприемник, пожалуйста. Добрый день, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мне кажется, это было во все времена. Просто скорость передачи информации увеличилась. Вот и все. Ну, о чем говорите? Посмотрите, что происходило в истории. Революция, молодежь хватало все. И другие вещи. Секции всевозможные. Молодежь хватает все. Неважно. Скорость передачи информации сейчас. Ну, я, если позволите, я с вами немножко, немножко. То есть, я в частном, в общем-то, я с вами согласен. Но в чем я с вами не согласен, так это в том, что то, что скорость передачи, конечно же, она существует. Но та молодежь, которая имеет правильное воспитание в семье и правильное направление от родителей... Так всегда было. Да, согласен. Вот тут я с вами абсолютно согласен. А то, что... Это в те времена было. Конечно. Другой вопрос, может быть. А то, что эти дети, которые абсолютно без цели, без средств, без направления, намного быстрее получают вот эту всю информацию, сто процентов с вами согласен. Спасибо большое. Добрый день. Вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Выключите предничек. Мне кажется, что немножко отошли от темы. от исламских радикализаторов, перебросились на детей. Ислам — это религия, которая хочет завоевать мир, и их цель — привлечь как можно больше людей. Да. Да. Например, другие религии, например, еврейская религия, она против того, чтобы привлекать других людей. Она даже отговаривает, если кто-то хочет принять иудейство. Я не знаю точно, как христианская религия про это рассуждает. Но, конечно, дети, на которых оказывают влияние радикализаторы, конечно, они поддаются этому влиянию. Но это еще и зависит от этой религии, потому что все ее направление на то, чтобы привлечь как можно больше людей. Спасибо вам огромное. Вы знаете, я опять, вот все те, которые позвонили последние 20 минут, я со всеми с вами абсолютно согласен в том или ином смысле этого слова. Но просто я действительно честно, у меня как-то никогда не было даже желания посмотреть, о чем говорят во время радикализации детей, подростков, взрослых. Не потому что я боюсь попасть под их власть, но, если честно, мне просто, вот клянусь вам, мне просто противно. Почему? Потому что вот есть религия, допустим, иудаизм, да, и есть христианство, есть разные направления, но есть буддизм, разные многие религии, да. Но ни одна из этих религий фактически не призывает к насилию. Ну, действительно, не призывает. Даже если это радикальное крыло религии. Сейчас только я вас прошу, не надо мне звонить и говорить, а как же вот христианские войны, крестовые походы. Давайте мы будем жить сегодняшней жизнью. Я не знаю, как это было во время крестовых походов. Но в сегодняшней жизни я знаю одно, что если вы послушаете пасторов, если вы послушаете рэба, если вы послушаете святых отцов, ну, никто не призывает к религии. Причем, самое интересное, я слушал, имел такое удовольствие послушать нескольких, повторяю, нормальных муфти, нормальных. И тоже очень и очень спокойные, очень целостные, очень справедливые люди. То есть, ведь мы не говорим в принципе о всей религии ислам. Мы говорим о ее радикальном крыле, которое, о воинствующем исламе так называемом, который призывает к насилию. Поэтому вот эти несчастные люди, которые попадают под влияние вот этого радикального крыла, ну, что я могу сказать? Мне их, конечно же, очень жалко, как они туда попадают, какие причины. Я думаю, что у каждого свои причины, потому что, ну, нет людей с одинаковыми абсолютно проблемами. Но, тем не менее, значит, как-то они туда попадают. И я просто вот поэтому, вы знаете, что во всех моих шоу, во всех наших обращениях к вам, дорогие друзья, мы всегда говорим, ребята, следите, смотрите за вашими детьми. Причем, неважно, в каком они возрасте, в 18 лет, в 15 лет, в 22 года. Просто будьте вокруг ваших детей и, пожалуйста, влияйте на них в правильном ракурсе. Ну, а вам всем огромное спасибо. Интереснейшие два часа, по крайней мере, лично для меня получил огромное удовольствие. Спасибо вам, будьте здоровы, и мы услышимся еще раз сегодня в 5.30 вечера, опять же, в передаче «Неполиткорректное ток-шоу». А пока оставайтесь с нами.